Там много говорят, и жалко говорят, и вы их вообще кормите, говорят. Какие они худые. Я всем объясняю, что борцы сумму-марафон не бегают, не верят. Потом одна дама, хорошо, что она была худая, она закатила истерику, что мы просто издеваемся над своими собаками. Я говорю, вы на себя посмотрите. Над вами кто издевается. Потом я им показываю, где ребра, где эти торчащие маслы, где вот это на последнем издыхании собака. Но это все же надо рассказывать, объяснять и показывать. Последние годы я всем уже говорю, то есть всех спрашиваю, кто их заставляет бежать. Очень прекрасный вопрос, потому что никто не может ответить. Заниматься с двумя собаками Олег Тюремин начал совершенно случайно. Примерно 20 лет назад компания, с которой он тогда сотрудничал, решила делать туры на собачьих упряжках по Байкалу, потому что это модно и зрелищно. Так Олег встал на место каюра, потом купил своих собак, потом начал участвовать в спортивных забегах, ну и в итоге вывел свою породу байкальскую хаски. Сбегая вперед, скажу, что на модных нынче таких светло-серых, мохнатых, голубоглазых собак собаки Олега не похожи совершенно. Но в харизме и обаянии в форусе берскохаски дадут точно, не говоря уже о скорости. Следом изменилась и жизнь всей семьи Олега. Сейчас они живут за городом, занимаются разведением собак и параллельно с их тренировкой занимаются еще и туризмом. Фактически прокат собачьих упряжек у Олега доступен каждый день, а его жена пишет сказки про хаски. Мы называем это байкальские хаски. Почему байкальские? Ну понятно, что на Байкале хаски, потому что глазки. Вот. Даже после того, как эксперты были из РКФ и решили оформлять породную группу, естественно сказали, что хаски мы не можем, и она будет называться байкальская ездовая. Но в скобочках я пишу хаски. Ну и всем говорю, что это байкальские хаски. Ну, во-первых, это маркетинговый ход. Ну, я считаю, это правильно. Пошли, пошли, пошли. Хорошо. Собаки высокие на ногах, длинный корпус, длинная морда. И с поколения в поколение мы не теряем вот это единство, что мы немножко просили в росте. Это смесь кого-то с кем у вас получилась? Это как раз вот у меня было два, две крови камчатских. Потом, когда у меня появились еще с Аляски, я имею в виду с Аляскинской сучонки и щенки, это тоже была отдельная линия. Мы, в принципе, зациклились лет через шесть, через семь. Поэтому это были наши собаки. Олег Чуримин. Мне 60 лет. И ездовыми собаками я занимаюсь 20 лет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, стараемся за два часа до первого старта все-таки, чтобы собаки были накормлены. Ну, и начинаем где-то с десяти, обычно с одиннадцати. Но если вдруг по каким-то причинам коммерческим нужно вот десять, ну, значит, встаем раньше. Там, на час встаем раньше, собак кормим раньше. Понятно, что они живые. И мы от этого никуда не денемся. И поэтому у нас график в основном строится еще от этого. Выше головы не прыгнешь. Даже техника ломается. Хочу говорить про живых. И поэтому мы берем ровно столько, сколько мы сможем взять. Поэтому и готовим собак. Ну, Сергей из Омска приехал уже три года назад со своими собаками. К сожалению, они участвовали. Если бы были метисы, наверняка они бы участвовали. Ну, они за этими байкальскими не успевают. Мы пробовали, ставили их. Не успевают. А у вас какой породы собаки сейчас? Сибирские их. Не успевают за байкальские? Ну, они бегут там, километры пробегут, потом все, встали. Мы в основном приглашаем волонтеров. В этом году у нас два новых волонтера. Это никогда не брали девочек. Был у нас опыт. Ну, не очень хороший был. Тем не менее, взяли сейчас все-таки еще одну девочку, потому что никто не хочет садиться. Очень мало людей, которые бы хотели заниматься ездовыми собаками, туризмом или чем-то еще. Детям надо... Людям надо много денег. Даем фарш, потом витаминки, и сверху поливаем бульончиком. Некоторые прячут свои миски внутри в будку, и нас думают, что доставать рукой. Они ее греют, чтобы она холодной не была. А у нас руки короткие, иногда не достают. И поэтому вот такой полотой. Это не бизнес. Это образ жизни. Задача, чтобы собаки заработали себе на еду на следующий год, а все остальное уже по ситуации. Ну, это фирма для себя в основном и для щенков, потому что, допустим, щенков мы выращиваем на нормальном курином мясе и хорошие, качественные куриные яйца, потому что у нас свой куриник. Вот. Ну, сами, естественно, едим ту же самую курицу, нормальное, качественное мясо. Качественное мясо также коровки у нас, молоко, сметана, масло. Раньше я думал, что мы сможем каким-то образом зарабатывать на сено, на овес, на что-нибудь еще с помощью молока, производства и продажи молока и масла. Ну, наша публика, она не хочет пить свежее молоко, потому что оно пахнет молоком. Приучили к тетропакам. Кто бы мне сказал 20 лет назад, что я буду да и коров, да ну нафиг. Потому что я родился и вырос в этих каменных джунглях в городе. Я, конечно, думал еще на тему, вот если в деревне жить, и всегда отмахивался от этой мысли, потому что это в принципе нереально. Чтобы я и деревня да ну нафиг. Никогда. Нам повезло, что мы живем в распадке, в хорошем, где я готовлю трассы. То есть вместе с национальным парком они мне фиксируют, то есть я называю координаты, они фиксируют пикниковые места, где можно сходить 20 километров с пикником. Как раз сегодня у нас такая программа. Живете вы здесь же? Да. Нам повезло, что мы еще до сих пор здесь живем. Почему вы здесь? Ну потому что государственные структуры до нас еще пока не добрались. Вам тоже могут прислать бумажку, что вы живете на территории национального парка? Нет, я уже живу на территории национального парка. Слава богу, что с национальным парком мы сейчас в хороших отношениях. Более того, они нас поддерживают, у нас есть соглашения и так далее, и так далее, и так далее. Да, слава богу. Да не говорите. Ну, тут куча всяких других нюансов. Ну, обычно у нас расписано в это время. Ну, в этом году у нас просто стоит дежурная упряжка. Но она не просто стоит. Допустим, за этот день она должна у нас набежать 60 километров. Если, допустим, в те годы наши собаки набегали по 80-100 километров в это самое время, ну, в этом году, допустим, сегодня набегали 60 километров. Ну, то есть, если не придет человек... Мы все равно с ними двигаемся. Это как бы основа, потому что мы спортсмены. Как только увидели, что мы взялись за санки, за шлейки, за потяг, все, они уже в ожидании. И все говорят, я, я же здесь, вот он я, вот он я. То есть, они говорят, меня, меня, я, я лучше. Вот, они все хотят бежать. Вот кто их, опять же, заставляет? Они хотят. Со страшной силой хотят бежать. Если с физиологией говорить, ну, физиология спортсмена. Просто требуется эта нагрузка. А, я для себя. Я очень люблю снимать какие-нибудь такие моментики. Это она у нас... Чтоб на память оставалась. Да, она у нас самая нежная. Она очень любит, когда ее гладит очень сильно. Очень сильно, прям очень сильно. Ну, куда сейчас будете собираться с ними, сколько у нас на пряжек собрать? Мы сейчас поедем на пяти упряжках на 20 километров на пикник. Вообще у нас всего пяти упряжек, у нас с той сейчас поедут абсолютно все. Вот, и она тоже поедет, да. Трасса там не такая легкая, как здесь, на маленьких. Да, что ты. Как на маленьких, там она немного у нас подбита, тяжеловато будет, но ничего, нормально. Интереснее зато ездить там еще в лес. Красота такая, так что. Они ждут этого? Конечно. Они вон все уже готовы. Видишь, ты немножко расправляем. Ну все, дура. Ну все. Такая прям вообще. Вот одевается девчонка. Как ни парадоксально звучит, но мы готовим спортивных собак с помощью проката. Потому что везде бытует четкое мнение, что есть спортивная собака, есть прокатная собака. Спортивная собака – это, естественно, самая быстрая прокатная. Это так, чайники ходят, там вообще непонятно что. Однажды на форуме у нас есть свой форум российский про ездовой спорт. Там как раз затронулась вот эта тема. И я ребятам объяснил после 16-го года, что мы готовим своих собак спортивных с помощью проката. Тишина. Никто ничего не говорит, никто ничего не рассказывает, не объясняет. Люк и Лексис. Где они с вами участвовали в таких гонках? Их не с честь. Ну, байкальские гонки почти все прошли с ними. На Волгу дважды с ними участвовал. В общем, да. Много ездили. И сколько еще поедем, я надеюсь? Где они покорачены? Спокойны, вравновешены, готовы к работе. Сегодня их что ждут? У нас тур на 20 километров с пикником. Ну, такая, можно сказать, небольшая разминка. Для них? Для них, да. Максимум, сколько они ходили? Если общую дистанцию, 520 километров. А за сутки проходили 180 километров. Так что для них это будет большая разминка. И в 17-м году, когда Арсений выиграл гонку 530 километров, я думаю, благодаря только этому. Что психологически наши собаки были стойчивы, намного мощнее, чем все остальные. Потому что синдром третьих суток, я это так назвал, когда в этот момент кончились все силы. И как потом оказалось, что это силы были не физического плана, а именно психологического. И мы пережили его, самое главное. И мы дошли, это очень важно. Если бы сломались и не дошли, ничего бы не было. Просто бы сломались, эвакуировались, и все бы на этом закончилось. Самое главное отличие вот этого линейного формата, что тебя на старте выпустили, и секундомер выключается на финише. Где ты ешь? Сколько километров в сутки ты идешь, когда ты спишь? Это твоя стратегия. Тебе никто не имеет права помочь. Ты сам готовишь своим собакам еду, сам готовишь еду себе. Ну, если кто-то ей помогает, то это может быть дисквалификация. Плюсы вот этого проката. Самая тяжелая нагрузка – это повторная. Когда ты пробежал, там, сколько-то метров, например, я спринтер, и у нас была такая тренировка, три раза, например, по 80 метров на максимальной скорости и 4 серии. Ты бежишь раз, бежишь два, бежишь три. В итоге тебя выворачивает. Это такая тяжелая нагрузка, когда ты пытаешься все это делать на максимуме. Тот же самый эффект срабатывает здесь. Но здесь не только физиологического, именно физического такого плана. Все-таки еще психология. Это же надо еще раз бежать. Ёлки, это же… Если я могу себя заставить, то как заставить собаку? Да никак ее не заставить. Я могу поставить в любую секунду, в любую минуту. Вот они только у меня пробежали, только мы их расставили, я снова их могу поставить, и мы снова пойдем. Потому что многие сталкиваются с тем, что мои собаки прибежали, все уже. Они прибежали, они считают, что они уже свои сделали, совершили подвиг, и дальше они никуда не пойдут. А ваши готовы? А мы, да. Вот именно с помощью вот этого проката. Право, право, хорошо. Лидер, те собаки, которые в корне, и колеса. Большая нагрузка идет и на корень, те, которые ближе к самкам. Любой поворот – первая нагрузка им, любой подъем – первая нагрузка тоже им. И лидеры. Но упряжка бежит со скоростью слабой собаки. То есть все собаки должны быть одинаковы по силам. Колеса там, не колеса. Там, если ты понимаешь, что у тебя в корне собака подустала, ты просто можешь дать ей отдохнуть и постоять в колеса, а можешь посадить их просто в самки. Кто у упряжки главный? Вы или они? Вы или вожаки? Скажем. Каюра или кто? Это я и мои собаки – это одно целое. То есть, как говорят там еще молекулы, то одно целое. То есть это неразделимая часть. Есть моменты, когда я полностью завишу от моих собак. Есть моменты, в основном собаки зависят от меня. Я их кормлю, я за ними ухаживаю, я их лечу и так далее. Но наступает такой момент, когда от меня вообще ничего не зависит. И это я понял как раз в 2004 году, когда была вторая ночь на Камчатке, до сильный ветер со снегом. Я не знаю, куда мне идти, потому что дороги нет. Я не вижу, все засыпало снегом, маяков нет. А потом я вижу, что мне звонили. Идет. Вот он идет, идет, идет. Явно ведь не просто так. Когда мой фонарь высветил этот маяк, то есть мы шли правильно, и от меня ничего не зависит. Вот шел лидер. Я никто. Нет, самое главное, это свое, мое удовлетворение, удовольствие, что ли. Потому что когда ты идешь один на один, идешь с собаками, это же ощущение просто потрясающее. Это надо пережить, этим надо жить. Вот, если оно получается, то это хорошо. Как у вас появились здесь кони, и какой еще досуг вы здесь предлагаете туристам? Как это все обросло туристическими такими вот придумками? Ну, стало понятно, что за зимний период мы не можем обеспечить полностью содержание собак. Это было раньше еще. Еще до этих, до китайцев. После китайцев, собственно, началось такое массовое, массовое катание. Вот, и я начал думать о каких-то дополнительных заработках летом. И опять же, повезло или не повезло, предвожили коней в рассрочку. Мы взяли трех коней, и с них, собственно, все началось. Мне повезло еще с человеком. То есть как раз на тот момент был волонтером у нас Николай из деревни, приехал после армии и из деревни. И, как оказалось, на этого человека можно положиться. Предлагаем просто однодневные, начиная с 40 минут и заканчиваем многодневными походами, турами. Но мы еще подсмотрели у ипотерапии гимнастику, и люди, которые не умеют сидеть, мы предлагаем как раз эту же самую гимнастику. А где кони, там и кузницы. Вроде как. Мне на лошадях, тут на собаках я гоняю. Да-да-да, да-да. Я сам свою лошадь, у меня кузница в поселке, я сам свою лошадь хотел завезти, а теперь что-то, и не до этого. Я раньше лоседей не ковал. Здесь вот парни сами к выглушат, и меня обучают. Мне доверяют только пока что напильник обрабатывать. Кобыт. А что вы делаете для гостей? Да, для гостей, и для вас делаю. А что просят? Ну, в основном подковые просят. У меня вон полный ящик этих заготовок. Вы думали о том, что вам нужен большой спонсор? Я только об этом и думаю. Нужен большой спонсор. Да посмотрим. Ну, нужно же развиваться дальше. То есть, у нас получается куча всяких направлений. У нас спорт, у нас туризм, у нас творчество. То есть, получается, кузница, гончарная мастерская небольшая. У нас Наташа книги пишет. И у нас еще детская школа, которая у нас была, но сейчас ее, к сожалению, нет. Дети вырастают, и мы на этом потихонечку закрываем эту тему. Либо заниматься ребятишками, либо не заниматься. Как-то замерзнет байкал. Море встает. Если мы выходим, то мы выходим на целый день. То есть, на вот эти маленькие покатушки мы на лед не выходим. У нас своя готовая трасса, где я могу хоть как-то обеспечить безопасность. Последние годы на льду очень много снегоходов. Машин, слава богу, стало меньше, но очень много стало хилосов. Хилосы, хоть у машины, хоть тормоза есть. У хилосов нет тормозов. И не дай бог что-то случится. Он закатает, он закатает сразу. Поэтому очень страшно. Пока.